Всем привет! Доброе утро! У нас сегодня... А, сегодня среда, поэтому не работает ресторан. Бонус! Идем домой. Вернее, не домой. Мне сегодня позвонил бухгалтер, сказал, что мои бумаги готовы. У нас платятся налоги до 20-го числа. Я уже, знаете, начала переживать. Сегодня 17-е, а он мне не звонит. Сегодня с утра пораньше. Я еще спала, даже он мне звонит. И сказал, что бумаги готовы, поэтому я сейчас... Он до двух работает. Бегом-бегом. К нему забегу, заберу бумаги, а завтра тогда уже пойду в банк заплачу. Вот. И все. И буду спать спокойно. Целых 3 месяца еще. Но я налоги плачу, поэтому всегда сплю спокойно. Я пошел. Машина, вот видите, как припаркована у нас. Так вот. Все такие чумазые. В общем, бегом-бегом. В общем, я не разодержала. Мусор! М judging. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я все-таки приехала на пляж, штормом нанесло песок, который я не люблю, поэтому пришлось вот там вот примаститься. Хотя можно бы было здесь, но это очень близко к воде. Вода, небось, 100% ледяная после шторма? Нет, нормальная, надо же. Я думала, будет ледяная, а она хорошая, но надо же. Сейчас купаться, тогда пойду. Несмотря на то, что дует ветерок такой, прохладный, скажем так, но опять прохладный. Для меня прохладный, я же мерзлячка. Хороший ветер, не холодный, не сибирский. Смотрите, я думала, намного все печальнее, но нет. Ой, вы сейчас меня наслушаете и скажете, в море всегда вода холодная, всегда ветер ледяной. Я просто мерзлячка, поэтому мне должно быть 40 градусов на улице, полный штиль и вода 40 градусов. Жаро теплая, поэтому не слушайте меня. Все у нас хорошо, у нас 34 градуса жары. Для меня это не жара. И вода теплая. Ну как теплая, для вас теплая, а для меня прохладная. Ой, блин. Потом пойду машину мыть. Все-таки помыла, вроде бы как дождей этих у нас не передают. Таких песчаных. А там хрен его знает. Ну помыть надо, а то как в танки еду. Не вижу ничего по сторонам. Ладно, пойду купаться. Я была вот в прошлый раз вот на том пляже собачьем. Сейчас гляжу, там не очень много народа. Но там народу почему-то много. Сейчас приехала на наш обычный. Я вот такой не люблю песок. Некоторые тащатся по нему. Мне вот этот он не нравится. Мне нравится вот здесь. Никто ничего не прилипает. Все замечательно. Стоит, блестит моя красавица. Смотрите, это какая. И это какая. Видите, какая чумазая. Это такая чумазая. А это такая блестящая. Вообще такая очередь на помывку машин, что это просто пипец. Я пока стояла, высматривала себе в зеркало. Там так хорошо было видно, что мне не хватало, знаете чего? Щипчиков. Бровки повыщипывать пока стояла. Думаю, ну что ж не придумали такую услугу. Сейчас пойду с Чарли гулять. Вот. Надо же с ним тоже погулять. Позагорала так хорошо. Искупалась. Вода прям такая ух, бодрящая. В общем супер. Ни капельки не жалею, что поехала и не осталась дома. А то, знаете, когда дома лежишь, думаешь, а не поеду, неохота, холодно. Потом, когда поедешь, такой кайф прям, ну блин, вот какая молодец, что поехала. Что я тут кашеварю? Здесь у меня курица обжаривается. Нарезала чеснок, наверное, зубчиков 6. Сейчас переверну курицу и добавлю туда чеснок. Посолила, поперчила. Масло по всему вот так вот разбрызгала по всей плите. Добавила специи для курицы. Вот. И ждем, пока чесночек у нас поджарится немного. Только, чтобы не сгорел. Потому что, если сгорит чеснок, то все пипец. Будет все блюдо горькое. Так что аккуратненько. Приготовили баночку пива. Можно внутрь. Но я приготовила, чтобы сюда добавить. Если вы внутрь употребите, достаньте еще одну. Баночка пива здесь у нас 0,33. Обычная. Можно белое вино в стакан. Я люблю с пивом. Ну, потому что купила сестре пиво, она не стала его пить. Мы тоже его не очень пьем дома. Поэтому будем... Ну, если вы пьете, одну внутрь, одну сюда. Понятно, да? Обязательно, чтобы плита была вот так вся заляпана. Тоже это вот. Это вот самое вкусное будет потом. Если есть помидоры рядом, которые лежат, их тоже немного надо заляпать. Но вот так прикройте немного, чтобы все-таки кое-какие... Ну, кто любит обляпанные, будь обляпанные. Кто любит не обляпанные, вот так их прикройте. Ну, чтобы вот так вот все блестело. Люблю, чтобы все блестело. Так, вот, чеснок у нас поджаривается. Смотрите, чтобы он не сгорел. Сейчас будет самый важный момент. Открывание пива. И быстрое выливание сюда. Почему быстрое? Потому что возникает очень большое желание его выпить. Вот так. Все. Теперь у него никакой опасности нет. Кидаем туда лавровый лист. Убавляем огонь. В моем случае вот эти вот нажимать надо до шестерки, наверное. Ну, потому что огня здесь никакого нет. А как это назвать, у меня почему-то еще язык не знает, как это делать. Поэтому огонь. И все. На медленном огне. Закрываем крышку и оставляем тушиться. Минут 20. Смотрим, чтобы потом появился такой вот выпарилась весь алкоголь. Алкоголя здесь не будет, не беспокойтесь. Пьяными не станете после этого блюда. Да и после банки пива-то особо тоже не станете. А вкус будет обалденный. Можно было бы еще чуть-чуть курочку поджарить подольше, но ладно. И так сойдет. Закрываем крышечкой. И оставляем тушиться минут на 20-30. Там посмотрим. Прошло уже минут 20. Но я так думаю, что еще не пускай тут по это. Еще слишком много жидкости, она должна выпариваться. Так что пускай еще выпаривается, пускай они все тушатся. Завтра мужу картошку пожарю вот с этим блюдом. Будет как соус. А я себе, не знаю, с салатом, наверное, опять. Салатик. А что еще летом нужно? Салатик либо гаспачо. Третьего не дано. Пускай варится, а мне нужно наверх сходить снять белье. Вот так вот. Я свои цветочки все полила. Все их проверила. Все нормально. Опрыскала. Опрыскнула. Смотрите, какая красота. Все на жару передают. Хотя и так вроде жарко. Ну, прям 37-40 градусов передают. Ну, я не сильно-то переживаю, потому что жару я люблю. Кстати, этот едет сосед. Сейчас я вам покажу. На мопеде вот этот таком вот электрическом наяривает. Радостный. Сейчас покажу. Вот он, смотрите, едет. Едет, едет. Едет, едет. Вот он. Он такой радостный этим своим трендулетом. Видите. Как ребенок. Ну, когда я его купил, я уже оговаривалась. Он у нас на нем рассекал по коридору. Ой, так смешно. Муж один раз приходит и говорит, видела. Сосед рассекает. Я говорю, видела. Ой, как ребенок, ей-богу. Блин, мне надо сейчас тут водичкой полить. От этого грязевого дождя все грязно. Или завтра в жару лучше выйти. Завтра, наверное, в жару. Все-таки решила я помыть вот эту часть. Кстати, знаете, вода вот отсюда течет. Она, значит, сделана так, что она течет вот так. Вот тут, вот тут, по этой стенке. То есть сюда она никак не попадает. Видите, здесь даже сухо. Вот. Она идет вот так по стенке, вот так по стенке. И вот тут идет, как вот наклоны специально так сделаны. И вон туда. Видите, вот там дырка. Я сюда еще не дошла. Вот видите, сколько грязи. И вот так она вся идет сюда, вода. То есть крыша сделана таким образом, что вот она подходит всяко к сливам. Видите, здесь один слив и тут слив. Надо все это помыть. Поэтому вода, когда дождик даже идет, к нам вода не стекает там вот вниз. Ладно. А это я уже завтра помою. Пока я там занималась делами, здесь уже все хорошо выкипало. И вот это я уже оставлю. Видите, сколько соуса. И все. Еда готова. Всем приятного аппетита. Чего? Чего? Ке? Ке трай? Ке? Ке паса? Ке паса? Ай. Ай. Папель, я не папе. Си. Си. По-моему, да. Пойдем спать? В кроватку? Пойдем в кроватку, да? Мы пойдем спать в кроватку. Скажи всем пока-пока. Пока-пока. До завтра. Мы пойдем в баньки. Время уже 12 часов. Пока-пока.